Монастырь в Сколье. Обращайте внимание, высота, высота потолка. И помните вот ту простую мысль, что люди вручную все это делали. Холодильник это как бы комната с углублением, где там складывали продукты. Дети подбегали, все брали вот эти вот кусочки. Большое количество троп всяких разных и вот эти все просторы. Здесь как в сказках направо пойдешь, там что-то там найдешь, налево пойдешь, тоже что-то там найдешь. По одной из легенд, Дивы были созданы богом для защиты местных жителей от врагов. Отсюда собственное и название. Дивногория. От слова Дивы, что означает чудеса. Все мы слышали Дива Дивная, Чудо Чудное. То есть Дивногория, не путать с Лукоморьем, это чудесные горы. Некоторые сравнивают это место с Турецкой Каппадокией. Ну а кто-то и знать не знает, ни про какие Каппадокии, а просто берет, прыгает в поезд или автомобиль, как мы, и отправляется в Воронежскую область. Турецкой Каппадок. дивами здесь называют меловые утесы это одна из главных природных достопримечательностей этого места они поднимаются над долиной реки тихая сосна эти утесы или дивы и дали название самому месту ландшафта здесь уникальный и чтобы получить максимальное удовольствие от увиденного поднимитесь на самый верх максимальная высота плато 181 метр в древности на территории дивногория жили скифы и сарматы оставившие следы своего пребывания в виде курганов и артефактов в раннем средневековье здесь обитали славянские племена которые также оставили археологические следы в девятом-десятом веках здесь находилась маяцкая крепость самый северный форпост хазарского каганата крепость была построена в соответствии с византийской архитектурной традиции здесь круто то что можно погулять здесь большое количество троп всяких разных все просторы поля лугают я сейчас по сути вот смотрите спуск к дивам запрещен меловые склоны легко осыпаются да нужно быть осторожным что все выглядит максимально безопасно лесенки маршрутики а я видел ребят также как я с велосипедами сюда приехали с горными потому что ну реально здесь можно покататься красота ребята просто выехать ну и по времени кстати сказать мы сейчас уже с экскурсией гуляем да здесь экскурсоводы каждый полчаса час мы уже здесь почти полтора часа и наши ребята наша группа еще дальше шла там экскурсовод рассказывает им все это заповедник кстати то есть нас предупредили цветы не рвать листья не рвать туристов много если все будут что-то рвать что-то хватать после туристов за месяц ничего не останется сам же хазарский каганат был одной из могущественных держав средневековья его население представляли хазары древние болгары аланы хазаре кстати единственное государство принявшие иудаизм в средневековой истории отдельные группы хазар использовали руническое письмо которое до сих пор не расшифровано одним из главных предметов экспорта каганата были не нефть или газ а рыбий клей о рыбьем клея я рассказал у себя в инстаграме интересное то что в десятом веке кагана избирали из правящей династии через испытания могли душить могли пытать могли убить если предсказания о длительности его власти были ложными а при стихийных бедствиях или военном поражении его также могли убить меня в этих траблах каган происходит от хакан или хан хан ханов высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии маятская крепость прямо 60 метров дивногорский каньон сюда 875 метров геолога палеонтологическая экспозиция 900 900 905 метров сюда археологический парк 1340 метров тоже сюда же здесь как и сказка направо пойдешь там что-то там найдешь лево пойдешь тоже что-то там найдешь еще не менее интересно что каспийское море раньше называлась хазарским да все это была территория хазар вот любители путешествовать на автомобиле могут представить что вот именно с этого места и до дербента в дагестане все это было хазарское царство а это 1500 километров пути о дербенте и его крепости в дагестане вы можете посмотреть мои выпуски поставлю ссылки в описании в 1501 году на этом месте вот прям возле излученной реки встретились все войска двух ханов менглигирея и шейх ахмеда но не потусили пообщались и разошлись по своим кочевьям так и не начав бой здесь на возвышении находился наблюдательный пункт где несли службу дозорные отряды начиная с 17 века в дивногории селились православные монахи которые создавали пещерные храмы и монастыри согласно преданию монахи жившие в дивногории были настолько благочестивы что их молитвы защищали окрестности от врагов и напастей но и согласно еще одному преданию вода из источников дивногория обладает целебными свойствами и может исцелять от различных недугов в дивногории находятся уникальные меловые пещерные храмы церковь сицилийской иконы божией матери и церковь иоанна предтечи эти храмы были выдолблены в меловых утесах монахами с экскурсия вы можете пройти в церковь сицилийской иконы божией матери это двухэтажный храм 17 века интересно что внутри специально выдолблена обводная подземная галерея протяженностью 95 метров для совершения крестного хода монастырь в скале заходишь вниз по лестнице подняться на второй этаж и здесь на втором этаже еще выход вот это вот дверь дверь здесь можно и выйти сразу же там на втором этаже комнаты были как раз типа кухня типа холодильник холодильник это как бы комната с углублением и где там складывали продукты сейчас здесь видите где окошко здесь металлическая решетка чтобы не лазить ну везде понятное дело надписи роспись а вот это все меловые породы дети подбегали все брали вот эти вот кусочки девногорский успенский монастырь был основан в семье веке и по сей день является важным религиозным культурным центром всего в дивногории шесть пещерных комплексов объединяющих церкви бытовые помещения галереи кельи часовни склепы самая маленькая пещера 27 метров в длину большая чуть более 350 сначала были в одном пещерном комплексе и туда поднимаешься по лесенке ну как бы небольшая лестница но кому-то может быть и тяжеловат потом от лесенки до погуляли по всему заповеднику там по территории ну и по всему ну там где маршрутики есть и уже вернулись потом думаем что надо проехаться к монастырю к монастырю нужно чуть-чуть описать такую дугу километров 15 на машине можно и пешком пройти но как бы пешком пройти вы пройдете потом опять возвращаться когда вы объехали на машине стали на парковку возле монастыря на это не совсем возле монастыря 500 метров это обманчивый 500 метров потому что вниз то вы идете вот так по склону 500 метров обратно нужно эти 500 метров подниматься сначала по лестнице потом вот так вот поэтому ориентируйтесь и многие кто идет спустились к монастырю потом обратно когда поднимаются сидят отдыхают на лавочках большой монастырь подворье и скале еще у вас тоже есть церковь но туда не пускают сейчас диногорье осталось 4 меловых столба а раньше их было около 20 можете представить какая это была красота часть из них была взорвана при строительстве железной дороги в 1895 году часть уничтожена во время великой отечественной войны что еще есть на территории заповедника отвесные склоны балки останцы каньоны пещеры на территории заповедника есть археологический музей 48 памятниками археологии здесь была стоянка древнего человека приблизительно 12 тысяч лет тому назад а также место гибели древних диких лошадей здесь собрана самая большая в мире коллекция полных скелетов лошадей позднеледникового периода каменные орудия для разделки туш лошадей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»